А как у вас возникла идея вот это все здесь привести в порядок? Вот Светлана обратилась по поводу именно озеленения растений. А начались растения и получилось так, что все это потянуло за собой, какие-то работы по благоустройству. Ну и решили мы замахнуться уже как нужно, чтобы все здесь было красиво. Вокруг лестницы не планировали осенью ничего. Вот теперь у нас вокруг лестницы будет живая изгородь. Там все будет тоже зелено, уже разровняли все. И у нас немножко концепция общая поменялась в связи с переносом креста. Поэтому будем сразу на колесах здесь все менять, решать. Сейчас пока на пару недель у нас подготовительная работа. О, ящерица. Папа! Быстрее, быстрее, Вова! Мы дошли, ящерица! Вот, быстрее, вот она! Ого, давайте я поймаю. Не надо. Почитала мама в интернете, посмотрела очень много историй про нее. Видела, что она помогает очень сильно. И мы решили сюда съездить, чтобы она тоже нам как-то продвинулась, помогла во всем нам. Но когда мы видим, что здесь происходит, здесь везде мусор, валяются бутылки, ветки. Ну, хотелось бы, конечно, все это убрать, чем мы сейчас и занимаемся. То, что она нам дает, хочется как-то отплатить, то, что она нам помогает, хочется тоже какое-то добро сделать. Хоть мы и маленькие люди, которые там, ну, но все равно хочется помочь, облагородить, чтобы здесь было очень красиво. Потому что она нам помогает, мы тоже должны помогать. Вот она, ведет палочки и носит туда, на сволку, палочек. Видите, как это легко. Помянем матушку Мисаилу, берите пирожки вкусные. С повидлом. Сейчас мы себе целый пакет откроем. Вкусные, вкусные, вкусные. А матушка Мисаила за нас помолит. Супер вообще, отлично. Еле-еле дождались весны, потому что очень хотелось начать звонки и в феврале, и в январе, когда же мы начнем. Ну, вот теперь есть возможность что-то сделать. Периодически езжу тоже на могилу, прошу о помощи матушке Мисаилу. И надо чем-то отплачивать за это, за то, что она помогает, а она действительно помогает в том числе. У моего знакомого были проблемы в семье, и были подозрения, что жена, скажем так, пытается, ну, что ли, взять верх на него. И мы приехали с ним в прошлом году в ее дом, вот, и после этого с ним начали случаться какие-то непонятные вещи. Ну, скажем так, плохо стал себя чувствовать, началась рвота, как будто из него выходила вся такая вот какая-то, может быть, негатив какой-то выходил из него. Вот именно это случилось после того, как мы приехали в дом к матушке Мисаиле, и после этого у нее ситуация в семье поменялась. Такая, да, все, вижу, мужик, я тебя, значит, больше, значит, я тут свое мнение не высказываю, что ты в этом роли. Давайте все вместе соберемся, может быть, не один день выходной будем часто, да, ну и на пару месяцев нам хватит работы.